Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Скорпион, 23 октября-21 ноября. В этот период проведите заботу о половых органах и мочевыделительной системе. 23 октября, день Евлампия, назван в честь святых мучеников Евлампия и Евлампии. Это брат и сестра происходили из знатного рода, но решили принять христианство. Во время гонений на христиан они не убежали, а открыто объявили, кто они такие. Сначала схватили брата и жестоко пытали. Сестра пошла на суд и объявила себя христианкой. Язычники пытались их сжечь в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда брату отрубили голову, а сестра умерла от горя. В народе этот день называют днем Евлампия зимоуказателя и Евлампии зимоуказательницы. У крестьян сегодня было принято расщеплять полини на лучины. Это такие длинные тонкие палочки. Их применяли для розжига. Именно их использовали для освещения. Устанавливали под углом в 10-15 градусов специальное приспособление, которое называли светцами. При свете лучин крестьяне занимались какими-либо домашними делами по вечерам. Пламя, исходящее от лучины, воспринимали как все уничтожающий огонь. Если же научиться управлять огнем лучины, то можно получить нужное освещение и легче переживать темное холодное время года. Приметы. Следили за лунным месяцем, который своими рогами сегодня указывает, с какой стороны в ближайшее время придут сильные ветры. И если рога указывают на север, то пойдет еще и снег. И если на юг будет дождь, и ненастная погода продлится до 4 ноября. Значит, получается, что все эти жгучие лук, чеснок дают работоспособность, потому что придают тепло телу, да? Ну, некоторые тепло, да, придают они, активируют организм, что очень важно понимать. И немножечко должно быть. Бутинка все переваливается, и все хорошо будет. Знаешь, что я вот заметил? Если вы делаете бутербродок с помидорами, делайте его только с помидорами. Вот. Если вы делаете с арусами, то только с арусами. Вот я хотела спросить, почему? А вот с арусами листовых овощей, то вы можете использовать в полной мере. Ну, почему? Потому что все-таки, вы говорите, огурец это нейтральный овощ. А вот в помидоре имеется некая кислинка, которая, ну, не совсем сочетается. А я вот и думаю, все эти восточные, среднеазиатские, да, наши, там, узбекские салаты, вот они делают помидор и лук, и все. Помидор, лук и все, да. Огурца не надо. Да, и мама мне говорит, они не сочетаются. Я говорю, с чего ты взяла? Значит, не сочетаются из-за кислинки самого помидора, да? Да, с кислинкой. И важно еще отметить, знаете, вот эта кислинка, когда она свеженькая, она еще хороша. Но как только вот там помидор подвергся к тепловой грамотке, вот эта вот кислинка, значит, она превращается уже в трудно расплодимый продукт, который уже может и откладываться в виде, там, допустим, кристаллов щавелевой кислоты, там, в нашем организме, и не совсем благоприятен. А вот что касается свежего, это то, что надо. Маленький секрет с луком, салат, надо его пожмакать, говоря по-русски, да, чтобы чуть-чуть дать ему выйти в воде и эфирным маслам, которые пахнут. Все, я поняла, у меня будет обязательно бутерброд с салатом. Салатом. А я еще беру листик. Давайте. Листик салатика. И все это прикрываем. Вот, у меня получился, смотрите, вот такой вот. А как же его есть? Да, кстати, вот этот вот, есть, конечно, с зубами, вот такой вот бутербродик, который я с вами сделал, да, он будет способствовать тому, что человек будет стронить на моих бутербродах. Здесь сыра особо нету, да, но тем не менее белков достаточно и в хлебушке будет, плюс он еще чесночком так пахнет, поэтому этот такой для бутерброд, для тех, кто желает быть стройным. А вот для тех, кто желает быть сытым, да, берем опять-таки бутербродик, натираем его чесночком, по краям, много слишком не надо натирать. Вот, обязательно используем либо вареное яйцо сверху, но это уже будет довольно-таки тяжелый для пищеварения продукт, но тем не менее для здорового человека это все вполне приемлемо. С яйцом, да, хорошо. С колбаской жирненькой или с колбаской докторской тоже можно его сделать, но тогда зелени надо, знаете, как сделать, гораздо больше. Зелень положить и сверху, и снизу такую подложечку. Давайте я покажу, какая подложечка. Давайте. Да, все мытое. Все мытое. Мы с вами берем и делаем следующее. Вот такую вот подложечку сделаем. Теперь мы с вами опять-таки возьмем сырка и сыр. Есть, и сыр есть. Давайте. Все есть, и творог есть. Сыр? Вот этот? Да. Здесь уже побольше, потолще надо сделать. А давайте вот весь его и положим. Давайте, давайте. Двадцать пятые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию. А для этого никуда не спешите. Отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!